Всем привет! Меня зовут Елена Коваленко. Я эксперт в области продвижения бизнеса MLM онлайн. И сегодня наша тема – прямые эфиры. Итак, что же такое прямой эфир? Сегодня я расскажу про прямые эфиры в Instagram. Еще их называют live streaming. И это функция, которая дает неограниченные возможности. Появилась она относительно недавно, но набирает очень большую популярность. Почему? Потому что с помощью этой функции вы можете делать обалденные, крутейшие вещи. Привлекать партнеров в свой бизнес. Итак, что же это такое? Живая трансляция – это прямой эфир, который вы проводите в реальном времени. И плюс, вы можете общаться со своими зрителями, отвечать на их вопросы. Instagram вообще, в принципе, очень простая социальная сеть. Но сейчас, кроме того, что там можно размещать фотографии, там можно делать много очень классных вещей, и это помогает в бизнесе. Можно выкладывать коротенькие stories. Можно общаться с людьми. Можно выкладывать свои видео. И, опять же, рекомендую использовать эту социальную сеть, чтобы делать прямые трансляции. И сейчас расскажу, для чего. Я хочу запустить цикл видео, в которых я буду знакомить вас с самыми действенными методиками, которые будут помогать вам общаться онлайн и рекрутировать ваш бизнес. И про онлайн-трансляции в первой части нашего сериала я расскажу самые важные моменты. Для чего они нужны, когда их лучше запускать, и что же конкретно должно быть в этих прямых эфирах. Итак, для чего и почему нужно использовать онлайн-трансляции. Изначально, конечно, это было очень удобно звездам и блогерам, потому что они могли показать себя, ответить на все вопросы и рассказать людям много нового и интересного из их жизни. Но сейчас также появилась функция для бизнесменов. Бизнесмены могут за один час, а это как раз то время, за которое вы можете провести прямой эфир, рассказать о новой рекламной кампании, рассказать о продукте, рассказать о своем бизнесе. И что самое важное, войти в контакт со зрителем, то есть ответить на все их вопросы, пообщаться в прямом эфире. Второй момент, который очень важен, когда же лучше стримить, когда проводить прямые эфиры. Сначала проанализируйте и подумайте, в какое время их не стоит проводить. Например, рано утром. От чего это зависит? Это зависит от вашей целевой аудитории. Потому что каждый человек, конечно же, может зайти и посмотреть ваш прямой эфир в зависимости от того, когда он свободен. Например, если это мамочка, то подумайте, когда же она сможет прийти посмотреть ваш прямой эфир. Может быть с телефона, когда ее ребенок спит. Когда спят дети, подумайте, и вы поймете это время. Еще вы можете посмотреть статистику посещения вашей странички. Но для этого ваш аккаунт должен быть переведен в бизнес-аккаунт. И тогда вы можете понять, когда же к вам на страничку заходит. Чаще всего именно в это время вы будете проводить ваши прямые трансляции. Следующий вопрос. Что же стримить? В каком формате проводить ваши прямые трансляции? Что интересно людям? И я хочу вам предложить несколько работающих вариантов. Итак, первый вариант, он считается одним из самых популярных. Это вопросы-ответы. Почему очень важно проводить прямые эфиры, отвечая на вопросы ваших зрителей? Потому что таким образом вы утепляетесь с вашей целевой аудиторией. И можете проанализировать ситуацию. Что же больше всего волнует зрителя? То есть люди задают вопросы, и вы в прямом эфире на них отвечаете. Вы можете узнать, что интересует человека в вашем продукте, в вашем бизнесе. Вы можете узнать, где вы недорабатываете. Потому что если вам чаще всего задают какой-то определенный вопрос, значит вы где-то в своем бизнесе на него не ответили. И анализируя эту всю ситуацию, вы уже можете отвечать на вопросы и работать с людьми намного лучше. Так вот, это самый первый момент, который вам нужно ввести в цепочку ваших прямых эфиров. Кроме того, здесь вы утеплитесь со зрителем и получите диалог, да, то есть обратный контакт. И людям вы станете интересны, как специалисты. Вторая тема, на которую вы можете проводить ваш прямой эфир, это презентация продукта или бизнеса. Все мы помним, наверное, Стива Джобса, который ввел моду на прямые эфиры в серии рекламы. Он проводил рекламу Apple и теперь в прямых эфирах проводятся рекламы различных продуктов, автомобилей, все что угодно. И это очень популярно. Почему это популярно? Потому что у зрителя это вызывает эффект причастности. Он первым узнает о новинке, он первым узнает о новшестве в бизнесе. Вы можете рекламировать все что угодно новое. Это может быть как продукция, так же и бизнес. И тут вы можете получить много лайков и репостов, потому что люди захотят поделиться с окружающими, со своими знакомыми и друзьями. И это даст вам дополнительную рекламу. Третья тема, это видео с выставок и различных мероприятий. Ведь не все люди могут приехать в другой город, в другую страну. Даже в своем городе не всегда могут прийти и посетить какое-либо классное обучающее мероприятие, открытие какого-нибудь магазина или какое-то событие в мире, допустим, моды или косметики. Если это какая-то сетевая компания, которая проводит мастер-классы, проводит презентации, можете приехать, взять интервью у того, кто проводит эту презентацию. Рассказать о каком-то новом продукте, о новом виде бизнеса, о любом ноу-хау. И людям это будет обязательно интересно, потому что все новое, опять же, вызывает у них эффект интереса и они хотят быть причастны к этому событию. И поэтому это тоже обязательно вводите в ваши планы на прямые эфиры. Итак, следующий момент это тренинги, конференции и вебинары. Это обучающие мероприятия, которые вы проводите для своей команды или, в принципе, для всех людей, показывая себя как эксперта. И таким образом у зрителя будет к вам доверие. Он будет видеть вас как специалиста своей области, доверять вам и намного больше шансов, что он придет именно к вам и станет частью вашей команды или станет вашим клиентом. Следующий очень интересный для людей момент это автопати. Если, например, у вас происходят какие-то крутые вечеринки, ассамблеи, мероприятия, то не выключайте онлайн-трансляцию и после этого мероприятия. Вы покажите, как люди ведут себя в неформальной обстановке. Это очень интересно и это может привлечь новых партнеров или новых покупателей к вам в магазин, к вам в бизнес и куда угодно. Так что используйте этот момент тоже. Еще очень такой интересный момент, который, к сожалению, используют немногие люди, хотя очень зря. Это эффект за кулиси. Что это такое? Если, например, у вас какой-то магазин или организация, то вы можете показывать, что происходит в вашей организации каждый день. Или как идет, например, производство товара или подготовка к открытию магазинов. Или если вы, например, снимаете профессиональные экспертные видео, вы можете снять коротенькие сторис, где люди видят, как проходила сама съемка. И так далее и тому подобное. Почему это интересно человеку? Потому что у него возникает эффект присутствия и он уже начинает чувствовать себя частью вашей организации. Так что используйте эти моменты. И чем они будут интереснее, необычнее, может быть там будет какой-то грязный пиарчик даже, тем больше привлечет поклонников на вашу страничку Instagram. В следующем видео я, собственно, расскажу вам про инструкцию, как же записывать прямые эфиры, как их сохранять, чтобы видели люди. И как общаться в прямых эфирах со зрителями. Чтобы не пропустить это видео, нажмите на значок колокольчика. Обязательно поставьте, пожалуйста, лайк, если информация была вам полезна. Ну и подпишитесь, конечно же, на мой канал. С вами была Елена Коваленко. Пока-пока. Субтитры подогнали Симон.